Всем привет, друзья! Эдскрайбер на связи. Сегодня у нас сравнение двух интересных телефонов. С одной стороны, ты можешь сказать, что Xiaomi Mi 9 SE это как бы предфлагман, а Realme 5 Pro это середнячок от другой компании. На самом деле так и есть, но некоторые их показатели сходятся очень даже сильно. И на самом деле я был удивлен этим тестом, друзья. Досмотрите этот видос до конца, мы начнем сравнение. А перед этим обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки в описании, там скидки, купоны, топы лучших товаров, топы лучших телефонов на Алиэкспресс. Ну и как мы обычно делаем, все раскидаем, друзья, по порядку. Начинаем мы с комплектации. Первое, Xiaomi Mi 9 SE, телефон, зарядка, кабель, USB, TPC, переход на миниджек, скрепка, чехол, мануал. Во втором случае, телефон, зарядка, кабель, скрепка, чехол, мануал. В принципе и в том и в другом случае есть чехол в комплекте, комплектация неплохая. В первом случае, правда, Xiaomi Mi 9 SE я бы чехол сразу поменял. Во втором случае чехол, в принципе, годный, его можно на какое-то время даже оставить. В общем, здесь по плюсу каждому телефону. Второй момент, я зарядил оба телефона на 100% и проверим, насколько хорошо держит та и другая батарея. В первом случае это 3070 мАч, зарядка 18 Вт. И во втором случае 4035 мАч, зарядка на 20 Вт. Я зарядил на 100%, яркость выкручена на полную. По прошествии где-то двух часов мы посмотрим, какой телефон разрядился больше. Третий момент, это производительность, а точнее камни центральные. И здесь они, друзья, абсолютно идентичны и одинаковы. В первом случае Snapdragon 712, построенный по 10-нанометровому техпроцессу. Видеоускоритель Adreno 616 и 6 гигов оперативки, 64 встроенной, тип памяти LPDDR4X. Во втором случае это тот же самый 712 Snapdragon по 10 нанометрам, 616 Adreno. И только версия отличается 4128 в моем случае. Есть, конечно, и другие версии. То есть на 2 гигабайта оперативной памяти во втором случае меньше. Но в Antutu Xiaomi Mi 9 SE убивает 222 168 баллов. А Realme 5 Pro 220 394 баллов. То есть разница вообще абсолютно-абсолютно минимальная. В обоих случаях одинаковые процессоры. Процессор очень хороший, видеоускоритель тоже очень хороший. И в принципе 2 гигабайта оперативки для Xiaomi ничем особо не помогает. Поэтому здесь по плюсу достается каждому телефону, потому что начиночка у этих телефонов будет здорово-отличная. Друзья, всем-всем рекомендую подписаться на этот канал, ставить лайкос этому видео, зарепостить, если есть возможность. Пишите коммент, какой телефон вы выберете, Xiaomi Mi 9 SE или Realme 5 Pro. Четвертый момент это экран. В первом случае 5,97 дюймов. Это просто небольшой совсем экран. Супер AMOLED Full HD плюс разрешение 402 ppi. А в втором случае это 6,3 дюйма. Это IPS матрица 409 ppi. Конечно, сравнивать IPS и AMOLED это такая себе история, но все-таки придется их сравнить. Конечно, в целом AMOLED всегда выигрывают у IPS. Это касается яркости экрана на солнце, это касается сочности, это в принципе касается более качественного и хорошего дорогого экрана. Если у вас хороший AMOLED, то, конечно, никогда вы его на IPS не променяете. Гораздо лучше, поэтому плюс достается Xiaomi Mi 9 SE. Пятый момент это звук. Один динамик как в первом, так и в втором случае. Realme 5 Pro звук громче, это однозначно. Но сам звук менее качественный. Во втором случае Xiaomi Mi 9 SE звук тише, но сам звук гораздо лучше, гораздо качественней. Давайте послушаем примеры звучания на оба телефона. Плюс достается и одному, и другому телефону. В первом случае, потому что звук более качественный. Во втором случае, потому что он громче. Все-таки громкость звука, это очень важная тема, потому что, ну, многие просто звук берут даже за громкость, друзья. Шестой момент это сканер отпечатков пальцев. В первом случае, это сканер, встроенный в экран. Во втором случае, это стандартный на задней крышке. Так вот, конечно, если сравнивать два этих отпечатка, то у Realme 5 Pro он гораздо быстрее, потому что он классический, стандартный, давно уже сто лет проверенный. А у Xiaomi Mi 9 SE подэкранный отпечаток пальцев не нынешнего, а прошлого поколения. Поэтому он немного подтормаживает и иногда ошибается. Поэтому здесь, конечно, по скорости, по качеству сканера отпечатков пальцев Realme 5 Pro заслуживает однозначный плюс. Седьмой момент это дизайн. Здесь, друзья, очень субъективная вообще штука, потому что одним нравится одно, другим нравится другое. И тот и другой телефон, в принципе, красивый, но все-таки Xiaomi Mi 9 SE предфлагман или, по сути, второй флагман компании. То есть, это реально флагманский дизайн, это флагманский материал корпуса. В целом, все флагманское и отношение как бы флагманское. Во втором случае, пластик. Дизайн тоже неплохой, но, конечно, два этих телефона, по сути, сравнивать нельзя. Потому что Xiaomi Mi 9 SE во всех, даже в мелочах, конечно, лучше, чем Realme 5 Pro. И ему достается очередной плюс. Восьмой момент это модули связи. В первом случае, это LTE 4G, 3, 7, 20 бенды есть. Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. GPS и NFC есть в этом телефоне. Если у вас не работает с коробочки, то у меня есть видео на канале, как настроить NFC. На втором канале. Во втором случае, это LTE 3, 7, 20 бенды. Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц тоже присутствуют. GPS есть. И NFC, друзья, нет. Во втором случае, это очень печально, очень плохо. Здесь, конечно, плюс Xiaomi Mi 9 SE однозначно. Девятый момент это порты. Сюда я включил, в принципе, все, что касается телефонов, некоторых портов и так далее. Так вот, в первом случае, это USB Type-C, зарядка на 18 Вт, обычный Combo Dock, который присутствует в этом телефоне и мини-джека, друзья. Мини-джека нет в этом телефоне. Здесь есть переходник специальный. Во втором случае, это USB Type-C. Это 20 Вт зарядка. Тройной супер-комбо слот. То есть, сюда можно еще карточку накатить. И мини-джек есть в этом телефоне. Поэтому, конечно, здесь однозначный плюс достается Realme 5 Pro. Десятый момент это фотография. Одно из самых важных сегодня в телефоне. Смотрите, здесь тоже абсолютное совпадение, как и с процессорами. В первом случае, 48 Мп, Sony AMX 586 и ширик на 13 Мп. Во втором случае, 48 Мп, Sony AMX 586 и ширик на 8 Мп. То есть, широкоугольная камера во втором случае уступает. Давайте посмотрим примеры фото на основной камере. Первый пример. 48 Мп. Пикселей слева у нас Xiaomi Mi 9 SE, справа Realme. Обратите внимание на фон, на цветопередачу. Давайте сделаем кроп. Сначала у Xiaomi погодные условия не очень хорошие. Поэтому здесь, конечно, очень важно проверить детализацию. И насколько справляется искусственный интеллект. Интересно. Я делал все с одного шота. И смотрите, у Realme получилось лучше. По сути, камеры одинаковые. Но Realme справился лучше. То есть, лучше адаптировал. И снимок получился не смазанный. Хотя, если в целом сравнивать две эти камеры в разных условиях. То, конечно, плюс-минус они одинаковые. И между ними нет такой большой разницы. Следующие две фотки на цветопередачу. Слева Mi 9 SE. Справа Realme. В принципе, и в том, в другом случае неплохая цветопередача. У Realme фотографии немного темнее. У Xiaomi немного светлее. Но плюс-минус по цветопередаче они одинаковые. Xiaomi, правда, немного в фокусе здесь промахнулся. Но это в целом, как бы, нормальное явление. А дальше делаем фотки на ширик. Если мы в целом посмотрим, то они плюс-минус одинаковые. Я думал, что ширик в фотографии справится лучше у Xiaomi. Но по факту получилось, что и один, и другой снимок плюс-минус одинаковые. Далее две фотки сделаны в темное время. И HDR как в одном, так и в другом случае включен. Но, по сути, никакой разницы особой нет. Ни тот, ни другой аппарат не вытягивает в темноте. Конечно, сравнивая два этих аппарата, я думал, что Xiaomi будет рвать Realme. А здесь получилось равенство. По сути, это две равноценные, отличные камеры. Здесь каждому телефону по плюсу. Следующее – это видео возможности. И тот, и другой телефон снимает в 4К. Стабилизация есть как в одном, так и в другом случае. И широкоугольная камера тоже так, как в одном, так и в другом случае. Давайте посмотрим примеры видео. Писываем видос на Xiaomi Mi 9 SE на основную камеру. Пишем звук также на телефон. И давайте посмотрим на стабилизацию. У меня уже, в принципе, рука дрожит на этом расстоянии. Но обратите внимание на стабу. Мне здесь это нравится. Сейчас пишем видео на Realme 5 Pro. На основную камеру в Full HD качестве. Чтобы эти настройки были одинаковые. Давайте подражу немного и проверим стабу. Стабу мне здесь нравится. И звук, в принципе, тоже ничего. Сейчас на широкий угол в Full HD качестве. Мне нравится здесь стабилизация. Давайте я немного подражу. Смотрите, да. То есть ширик и с отличной стабилизацией. В принципе, вообще отличный ширик. Здесь меня все устраивает. Сейчас пишем на широкий угол. Realme 5 Pro. Если вы, в принципе, объект в центре находится кадра, то стабилизация неплохая. Да, вот обратите внимание. Хотя качество видео, конечно, гораздо хуже, чем у Xiaomi. По видео здесь тоже плюс достается каждому телефону. Но я хотел бы разграничить некоторый момент. Если мы сравним два широкоугольных объектива, то, конечно, у Xiaomi Mi 9 SE он будет лучше в разы. А у Realme немного хуже. Далее это фронтальная камера. В первом случае это 20 Мп. Во втором случае это 16 Мп. Давайте посмотрим пример фото. Сначала общий вид такой. В целом, если посмотреть по цветопередаче, это одинаковые абсолютно кадры. Если мы сделаем кроп, то по детализации они тоже одинаковые. И Realme никоим образом не уступает Xiaomi. Realme справа, Xiaomi слева. Да, это очень интересно. Я все-таки думал, что Realme здесь проиграет. А по детализации, окей, две очень хорошие фотографии. По цветопередаче они чуть-чуть отличаются. И здесь тоже достается по плюсу каждому телефону. Тринадцатый момент это эргономика. Эргономика, конечно, очень важна. И в первом случае Xiaomi Mi 9 SE это, в принципе, самый, наверное, эргономичный телефон 2019 и 2020 года. К сожалению, за адекватную цену таких эргономичных телефонов, наверное, пока что не существует. Если есть какие-то варианты, обязательно пишите в комментариях. А во втором случае эргономика тоже неплохая. Это не самый большой телефон. Но если непосредственно два этих телефона сравнивать, то, конечно, Xiaomi Mi 9 SE гораздо удобнее, гораздо эргономичнее. И он очень хорошо лежит в руке. Это мега компакт 2020 года. Им очень удобно пользоваться. Realme тоже получился неплохо. Но в некотором отношении он ему уступает. Поэтому плюс Xiaomi Mi 9 SE. По цене. Цена в первом случае у официальных дилеров примерно 22 400 рублей. Это плюс-минус 350 долларов. На Алиэкспрессе можно найти его за 16 тысяч рублей. Это будет Global ROM. Global Version я, кстати, на Алиэкспрессе не нашел. Их, скорее всего, полностью раскупили. Если вы не понимаете, что такое Global ROM, то лучше не покупайте. Если вы скилованный парень и знаете, как с этим работать, то можете приобрести. Во втором случае Realme 5 Pro. У официальных дилеров 16 тысяч рублей сейчас. И в DNS. Кстати, я сейчас обратил внимание. Есть скидка на него. Он стоит 13 тысяч рублей. Друзья, если у вас DNS рядом, то сбегайте. Посмотрите, реально годный аппарат за 13 тысяч рублей у официалов. Это просто будет пушка. Потому что на Алиэкспрессе я нашел этот телефон у адекватных продавцов за 12 500 рублей. Все ссылочки, кстати, друзья, на телеграм-канале. Тоже регулярно репостят телефоны. Проходите и смотрите. Но если в целом сказать, конечно, здесь плюс достается Realme 5 Pro. Потому что он дешевле. По батарее мы проверили. И Xiaomi Mi 9 SE проиграл Realme 5 Pro. Потому что это было логично. И давайте почитаем плюсы. Xiaomi Mi 9 SE мы считаем и насчитали 10 плюсов. Realme 5 Pro тоже 10 плюсов. Смотрите, это два разных телефона. В одном случае это предфлагман или по сути флагман. Во втором случае это бюджетник компании. И по плюсам они сравнились. То есть здесь боевая-боевая ничья. Хотя, может быть, вы отметили какие-то другие моменты. Что для вас очень важно. И, может быть, у вас результаты были бы совсем иные. Но в моем случае, друзья, это такой концепт. И я сравниваю именно в этом концепте. Поэтому прошу отнестись к этому с уважением. Друзья, пишите, какой телефон вам понравился больше. Какой вы хотите взять. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь обязательно на этот канал.